Сейчас мы рассмотрим задачу. Нам нужно перевести десятичное число в двоичное и двоичное число в десятичное. Возьмем какое-нибудь десятичное число. Например, 666. Это его десятичная запись. Мы хотим получить двоичную запись этого числа. Что нужно делать? Я рекомендую делать следующее. Во-первых, мы помним с вами, что разряды числа это степени двойки. Давайте выпишем степени двойки. И будем ими пользоваться как инструментами. Значит, самая правая цифра всегда единица. Следующая цифра весит 2. Следующая цифра весит 4. Вес разряда возрастает в два раза каждый раз, когда вы движетесь справа налево. Следующая цифра 8. Следующая 16. Следующая 32. Следующая 64. Следующая 128. Спрашивается, а как много? Сейчас вы видите, как много. 256. 512. 1024. Больше не нужно, потому что мы выписываем цифру веса разрядов до тех пор, пока мы не перейдем через наше число. 666 находится между 1024 и 512. Поэтому дальше писать нам неинтересно, не пригодится. Теперь смотрим. Представим себе, что это гири. Одна гиря 1 килограмм, есть гиря 2 килограмма, 4, 8. Наша задача набрать вот этот вес из вот этих гирь. Как это можно сделать? Понятно, что вот эту гирю брать нельзя, она слишком тяжелая. А вот эту можно брать. Вот давайте будем брать те гири, которые можно, и посмотрим, что при этом получается. Самая тяжелая гиря, которую можно использовать, вот эта, 512. Но после этого остается какой-то вес. Давайте посмотрим, какой вес остается, если мы эту гирю уже включили. 666, вычесть 512. Считаем 154. Смотрим дальше. 256 включать нельзя. Слишком большой вес. Видите? А 128 можно. Включаем 128. Но если включить 128, то надо вычесть его. Посмотреть, сколько осталось. Осталось 26. Значит, 64 включать нельзя. Слишком много. 32 нельзя. А вот 16 можно. Можно. Если мы включаем 16, то сколько осталось? Осталось 10. Смотрим дальше. 8. 8 можно включить. Включаем. Если мы включили 8, то сколько осталось? Осталось 2. Поэтому 4 включать нельзя. Слишком много. А 2 можно включить. А 2 можно включить. Ну, включили 2. И все. Больше ничего включать не нужно. Единица уже не нужна. Обведенные кружочком цифры должны быть включены в нашу сумму. Что это означает? Это означает, что если мы пойдем справа налево, то единицы гиря весом 1 кг не будет включена. Мы пишем 0. Ни разу не включаем. А гиря весом 2 кг будет включена 1 раз. Дальше. Не включенные это 0. Включенные это единицы. У нас получилась некая запись из 0 единиц. Вот эта запись и есть то самое неравичное число, которое представляет решение нашей задачи. Я его выпишу. Вот мы решили задачу по переводу десятичного числа в двоичное. Теперь посмотрим на обратную задачу. Задано двоичное число. Двоичное число. А надо найти его десятичную форму. Что в этом случае я рекомендую? Выписываем веса разрядов. Точно так же. Выписываем число вдоль этих разряда. А дальше смотрим. Те числа, те веса, где стоит единица, обводим в кружочек. Вот это в кружочек. Это, это, это. Это потому что тут стоят единицы. А на остальных местах нулей. Вот те, которые мы цифры обвели, они должны быть включены в наш общий вес. Поэтому, поэтому я эти числа суммирую. 8 и 2, 10. 512 и 128, 640. И еще 16. И вместе это 666. Так мы переменим двоичную запись в десятичную. Субтитры создавал DimaTorzok